О маковом наркобароне Сергея Сиренко страна узнала в конце прошлого года. Мужчину обвиняют в сбытии и возе в Россию из Казахстана кондитерского мака. По мнению следователей, наркотика. Такой прецедент всколыхнул общественность. За мужчину встали горой едва ли не все жители края. Полный беспредел. Всю жизнь выращивали мак, пекли рулеты, пирожки, булочки, а теперь это наркотики? Не там ищите, господа следователи, а жизнь людям загубили. После огласки истории на Сергея вышел другой Сергей, тоже фигурант подобного процесса. Сергей Шилов, обвиняемый по громкому маковому делу 2000-х годов. И он тоже предприниматель. Его и еще 12 человек судили за ввоз и распространение нескольких сотен тонн пищевого мака. Самому Шилову грозило пожизненное заключение, но спустя 7 лет борьбы Банди-13 удалось доказать то, что пищевой мак не является наркотическим веществом. Суд присяжных отпустил подсудимых на свободу. Меня простые люди оправдали. Был бы обычный суд, но я бы улетел, как даже никто не сомневается. Суда присяжных Сергею не видать, не имеет на него права, ведь ему грозит не пожизненно, а лишь до 20 лет лишения свободы. Поэтому мужчина отбивается от обвинения как может. Говорит экспертиза сотрудника госнаркоконтроля, который выявил следы наркотиков изъятом маке незаконно и приводит пример. О Банди-13, о Брянске, у них по поводу пищевого мака проводилась экспертиза Минюста. Там эксперты, их было три таких экспертизы. Две экспертизы сказали, что по технологии наркозависимых невозможно произвести наркотик. А одна экспертиза сказала, возможно, но наркотического эффекта не будет. Сегодня на очередном слушании Сергей Серенко принес прошение об исключении подобной экспертизы из материалов своего дела. Но до ходатайства дело не дошло. Судья неожиданно для всех предложила провести повторную экспертизу. Но кто и где ее проведет, не пояснила. Сергей боится, что это будут те же сотрудники той же организации, где в первый раз подтвердили его причастность к наркозбыту. Я прошу дать время для подготовки этих вопросов в письменной форме. Будем представлять эти вопросы в судебное заседание. На следующем заседании Сергей будет ходатайствовать о независимой государственной экспертизе. В этом Сергей поддерживает Ишилов и рекомендует сделать самый главный акцент. А еще Шилов добавляет, если общественность не скипит сильнее, не подключатся депутаты. Через пару месяцев Серенко и его продавцов отправят за решетку. Его укатают, как сивку, годов на 8, и девочек его на 6 и на 4. Добавим, за Шилова вступились 47 депутатов. За нашего бизнесмена пока ни одного. Только простые люди, которые, к сожалению, не имеют права к голосу. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.